Лето – замечательная пора, которую ждут дети. Это пора веселья, беззаботности и самых длинных каникул. Как организовать его так, чтобы дети извлекли максимум приятных впечатлений и пользы для детского здоровья? Ежегодно этим вопросом занимаются сотрудники всех подразделений социальной сферы, чтобы каждый ребенок смог полноценно отдохнуть и набраться сил перед началом нового учебного года. Наши корреспонденты побывали в лагере дневного пребывания Центра развития творчества. О том, как дети прощались с летом, расскажут Тина Капачевская и Александр Косицын. Домы! Пираты! Тропами добра – так назывался лагерь дневного пребывания на базе Центра развития творчества. Посвящена эта смена эколога-биологической направленности и развитию туризма на Кубани. Программа лагеря очень насыщенная. Дети ездили в ботанический сад, посетили в Краснодаре, посетили все памятные места нашего города. Это музеи, памятники. Ездили они в Тимрюк на военную горку. Помимо различных поездок, ребята учатся искусству квилинга, шитья, журналистскому мастерству и многому другому. Каждый день здесь проходят интересные мероприятия, конкурсы. В день, когда приехала наша съемочная группа, мальчишки и девчонки были погружены в мир пиратских приключений. По маршрутным листам юные славянцы должны были найти сокровища. Мы сегодня ловили рыбок, кидали бумажки в фурну, отгадывали загадки, отличия искали. Мы даже искали призы вот такие вот маленькие. Мне понравилось, очень было весело. В этот день отряд лагеря школы номер 17 объединились с отрядом Центра развития творчества, чтобы было еще веселей. По замыслу руководителя лагеря Зинаиды Сербиной, территория школы превратилась на время не просто в лагерь, а в планету здоровья, поскольку тематика летней смены – туристская, экологическая. Три недели отряды волшебной страны шагали тропами добра и здоровья. Наш город такой великолепный, да еще с такими прекрасными добрыми сердцами, как у наших детей, детей и воспитателей, вожатых, которые находятся в Центре развития творчества, я думаю, что даст свои плоды. Потому что дети, во-первых, оздоравливаются, дети общаются, получают массу впечатлений. У них столько радости, шума, крика, восторга, а когда они получают призы, это просто какое-то удовольствие. Конечно, это большой бальзам нам на душу. По итогам пиратской вечеринки победила дружба. Безусловно, эти каникулы для каждого ребенка стали особенными. Дети не просто активно отдыхали все лето, но и получили массу впечатлений, которые будут вспоминать весь учебный год. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».